Решили сделать эксперимент Теряет в отравил уже Прыскали на них Видишь перевернулся Да он так же и шевелит с ним Он не сразу сдохнет захотел Они что дохнут это ушли Их пролезует Я так понимаю отгоняет их запах Вон там еще Богомол там какой-то Смотри как он на задние лапки встал Кайфует Кайфует Да место клещевое Не ловил я В этом году на себе клеща Чтобы он в меня Впиявливался Так что сегодня Надо будет смотреть У Костяна возможно находка Сейчас найдет что-то интересное А он что-то наверно найдет Да нет Наржавшая Похоже Я ее выронил Ну давай посмотрим Ну давай посмотрим Нет стеклов Ну давай посмотрим Нет стеклов Более да что-то Вот тут Еще уже Вот Не Наверху было Да еще раз прибором потрогаю Вот он капсуль Ёпты Такая вот шняга Прибор нашел А мы спинем кое-как И так шел я И шел И думал Что сегодня у меня Одни царики И буквально Пока я эту мысль В голове прокрутил Появился сигнал И выпал Вот такой вот монитос Монитос у нас Советский Три копеечки 1937 года Жалко что не двадцать седьмого Ребята Сохранчик бодрый Вот такая вот монетка Три копейки Тридцать седьмого года Ладно Забираем в коллекцию И так прохожу я Мимо вот таких вот Дебрей Черт ногу здесь сломает Здесь вот проходит Вот такая вот речушка Я про нее Вам сегодня уже говорил Что раньше она Возможно была шире А летом пересыхает В этой речке Между прочим есть рыба И рыба неплохая На той стороне у нас Распахано чистое поле Вот не знаю На той стороне у нас Было что-нибудь Домовые ямы Или что-то в этом роде Не знаю Было поселение Там нет Информации такой нет Да и вообще Про эту деревню я Услышал только сегодня Когда уже непосредственно Накоп выехали На картах ее нету Вот От местных жителей узнали Что здесь в старину Была даже Железнодорожная станция Пути Новые есть Но до этого Пути были Старые Смещенные Вот Хожу я вот по такой Фигне здесь Я даже не знаю Как это называется Но Лопату хрен Воткнешь Из-за Какого-то Я не знаю Куста такого Блин Которая Вяжет Лопату Невозможно бы здесь Воткопать Вот Проходя мимо Дымовой ямы Увидев Вот такую Железяку Первым делом Я сразу подумал Что это Очень сильно Похож На старый Форт Которые первые Пошли Автомобили То есть Перед он как Шел как бочка Вот такая Вот Здесь вот Сверху Горловина Вот Сзади Арки Даже По левую По правую Сторону остались Подкрылки От колеса Здесь вот Радиатор Ну что-то В этом роде Первая ассоциация У меня возникла Что это такое Вся конструкция Клёпанная У нас Клёпочки Здесь имеется Вот Ну Правда Нет Но вот Первое впечатление Об этой конструкции У меня возникло такое Что это Первый древний форт Хотя Не знаю Не знаю Врать Ничего не буду Хотя Кто знает Раз в этой деревне Эта деревня очень старая Ещё при Елизавете Она была Монеты сегодня Поднимали Елизаветовские Вот Имелась здесь даже Железнодорожная станция Чем чёрт не шутит Может быть Это и есть Наш древний форт Ну ладно У кого есть Какие мысли Что это такое Примерно Сама машинка Примерно В длину Ну Два метра Не более Вот Такая вот вещь Ну ладно Это я так Для Пополнения Видео Что вижу Что и вам показываю Вот Вот такие Вот у нас тут Чудеса Ходим мы Вот видите Восковольтные провода Стоят Блин Под ними ходить Очень тяжеловато Тем что Чубку на полную Ставишь И Фантомы Прибор ловит Очень сильные Приходится убавлять Ну естественно Если убавляешь То и Глубина уменьшается Вот Находок Из-за этого Не Особо Много Ну а так Сегодняшний день Просто Такой От души Радостный Тем что Компания Попалась Душевная Сейчас Пообедали Очень плотненько Вкусненько Вот Я думаю Мы еще и поужинаем Немного Покопаем И когда уже Солнышко будет садиться Солнышко у нас еще Довольно таки Высоко Отправимся Домой Вот Я впервые сегодня Так далеко выехал Вот Ну ничего Ничего Нормально Сегодня у нас Праздник Девятое мая Вот Так что Настроение такое Праздничное Замечательное Единственное Единственное Что нас всех Напугали Это Клещи Очень большое Количество Здесь клещей Просто Куда ни глянь Абсолютно На ровном месте Увидишь Клеща Очень много Ну Пока Все Обходится Благополучно Без укусов И В дальнейшем Будет видно Ну Ладно Продолжаем Ходить Блуждать Интересно будет Вы об этом увидите Итак Костян Зовет сигнал Выкопать Говорит Что 99% Монеты Глубоко Больше Штыка Ну Посмотрим Как Наш Опытный Брат Камрад Самый Профессионал Среди нас Покажет И Расскажет Или Или Все-таки Он нам Липу Сейчас Подсунет Выкопал Он Прям Как Профессионал Смотрите Какой Кулечек Проверяем Чистый сигнал Чистый Абсолютно Чистый Выкопал 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 Так Ну а здесь Вступаю В дело Я О Я Видел Видел Монеты Где-то Вот она Зараза Вот и я Половку Поднял Зараза Вот Зараза Монеты Я имею Не Костян А монеты 1769 Год Елизавета И опять Коник на коне Извиняюсь Конечно У меня Сегодня нету Нифига Нет Это наверное Не полушка Это наверное Копейка Наверное Все-таки Копейка Как же я ее Не поднял Ну в принципе Он глубоко Глубоко Он в принципе Выкопал Наверное полтора штыка лопат Это точно Вот здесь Вот он Видите темное пятно Там он Три деньги Поднял Вот И вот в этом месте Он поднял Коника Всадника Елизавета Ну ладно Че Флюни Попускал Вперед Дальше самому Надо копать Ладно Посмотрим И так буду сегодня Заканчивать Сегодняшний коп На приятной ноте Не знаю как кому Но мне приятно Смотреть Находки Которые Были подняты Сегодня Сегодня у нас Были Подняты Вот такая вот Деньга Очень хорошим Таком состоянии 1949 года Анна Ивановна Орел Орел немножко В платине Так Зато Так Следующая 1741 Тоже Деньга Таком Более-менее Состояние Пятачок Пятачок А да Трешечка Трешечка 1900 Не Не вижу Какого года Одиннадцатого года Говорит Костя Почему Одиннадцатого По-моему 16 1916 Последняя Шестерка А да 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 16 Затем Елизавета 1760 Год Сохранчик Более-менее Так пойдет Но вот это Прям огонь Прям огонь Это у нас Деньга Анна Ивановна 1769 Года А нет это Елизавета Елизавета Вторая Вот Вообще Замечательная Такая Монета Классная Бодренькая Затем Советики У него Копеечка 26-го Двушечка 26-го Серебро Белончик 1930-го Года 20-ка Вроде В неплохом состоянии Так Копеечка 1911-го Года Николай Крестик Мужской Нательный Обычный И вот Такой Обломок Креста Так называемый В простонародье Пропеллер Хороший крестик Таких Нету Вот Ну и Они у нас сегодня Туристы Оставались Ночевой Здесь И не знаю Останутся Нет Ну Вот Вот Так У Юрца Юрец Что С Хабаром Есть Сегодня Хабар? Говорит Что Есть У Юрца Есть Хабар У Юрца Есть Хабар Сейчас Посмотрим Опа Сколько Хабар Сегодня Вот Такая Конинка Интересная Классная Конинка Так Пуговка Бодренькая Такая Пуговка Орлянка В неплохом состоянии Вообще Даже Даже Сказать В хорошем Вот Еще одна Конина Так Вот Этот Хрен Пойми Что такое Возможно Расключили На Железной Дороге Здесь Железная Дорога Проходит Так Пятачок 1930 Гурт Монеты Царская Монета Убитая Хлам Копеечка Николаевского Формата Говорит Под камнем Зато Пуговка У него Зачет Вот Такая Вот Блямпа Наверное Похоже На Гирьку А Может А Может А Ладно Так Остался У нас Алексей К машине Подойдем Покажу Его Находки Да И Свои Тоже Хоть У меня Сегодня Царики И у одного Большая Монета У других Больших Монет Ладно Двигаемся У Юрка Здесь еще Есть Немножко Хабар Вот Такое Древнегреческое Колесо Почти Можно Ездить На запаску Взади Как джип И вот Примус Так называемый Керосинка Смотрите какая Практически Целая Хоть Бери И прямо сейчас Вот Колесик Вот Здесь Здоровая Такая На себя Должна Выдвигаться Здесь Вот Такое Керосиночка Тоже Между прочим Может Кто не видел Но я Действительно Первый раз Вижу Такую здоровую Керосинку Что У нас там еще Латунь Медь Так Костян Там Делают Видеообзор По находкам Сейчас и мы сделаем Так Алексей Находки у нас Вот такого Рода У него фишер 75 Хороший прибор Результаты есть Потому что Парень копает Всего на всего Второй Третий раз Ну и находки радует Конечно Сколько я знаю людей Первые разы У них неудачи Но в данном случае У нас Вот такая Деньга Зачетная Будет Помытая В неплохом состоянии Еще Одна Деньга 1746 Года И вот Такая Красавица Это у нас Елизавета Судя по всему Это Копеечка Копеечка 1761 Года Зелень Зелень На рост Нужно убирать Потому что Некрасивая Патина А так Неплохая монета Удачно Я считаю Он сходил Все Смотрим Итак буду я заканчивать Сегодняшний коп Именно на обзоре Своих находок У меня их сегодня Не очень много Но радует то что У меня находки По крайней мере В основном Империя По находкам У меня получилось Вот как Вот Так вот У меня получилось Так Начнем с большой монеты Радует то что У меня каждый коп Большая монета Это Павел Первый 1790 Я даже не знаю 92 По моему Затем Деньга 1746 Года Затерты конечно Но пойдет Копеечка Николаевского формата Ушатаная Затом Полушечка У нас 1750 Какого то года Непонятно Тоже затерты К сожалению Но интересно то что Орел У нас видите не по центру А имеется Дефект штамповки То есть это Неплохо А наоборот Даже хорошо Потому что это редко Когда увидишь Затем копеечка Будет Хороший Сохран 1924 Года Вот Два Крестика Мужских Тоже Неплохом Состоянии Вот такое Колечко Я не знаю Очень маленькое Не знаю Баршня была Стройненькая Худенькая Пальчики Тонкие И вот такая вот Советина Три копеечки Сохран Шикарный 1937 Года Так Вот так вот На этом Закон Солнышко в принципе Еще высоко Но нам ехать далеко Так что Выдвигаемся Пораньше Ребята остаются Снова Снова остаются С ночевкой Флаг им в руки Конечно Ну конечно Ударно они проводят Время Уже вторую ночь подряд Они остаются здесь Здесь холодно Клещи Комары Блин Ну короче Жуть Ну все Всем удачи На копе Побольше хабра Подписывайтесь на канал Кто не подписался И Комментируйте обязательно Пальцы вверх Вниз Кому как угодно Ребята остаются Дальше Совсем На голову Ушибленные Нет Я вот Еще не могу Вот так вот На несколько дней Бросать семью Уезжать Ночевать Хрен знает Где Не знаю Что произойдет В глуши Зверья Полно Холодно Комары Клещи Ладно Понимаю Летом Еще можно Но сейчас Черновато Уходить В такие Походы Немножко Немножко Дорогу Поснимаю Видео У меня получилось Сегодня Короткое Так что Заполнение Небольшое Пространство Красотами Нашей Нашей Губернии Что Ух Ух Еще Ух Ух Книж Класса Дорога Дорога на распашке видно что ямы тракторами разнесли ну да первые признаки что здесь были дома это крапива как вы видите крапивы и вот такие вот кустарники еще первый признак это другой вид травы на участке или же цвет травы в общем кто первый раз ездит он уже может сразу определить место копа здесь вот между прочим мы не первые ямок очень много было вообще очень много на распашке имеется всякого рода жилой утвари горшочки красный кирпич стекло но сигналов здесь хороших небо я прошелся пробежался здесь немножко ничего интересного не нашел единственно что я поднял здесь это копеечку 1924 года ну и больно ты я здесь не зацикливался хотя дальше он тоже хорошая распашка имеется если бы знать что там были дома то можно было и погулять павел первый елизавета николай все мы сегодня это подымали алексей говорит что позади слева тоже были дома но мы здесь далеко вообще не ходили до суда такая вот у нас тут не знаю если так по мне я сюда бы наверное больше бы не поехал почему потому что трава здесь подымется и здесь будет вообще жуть нам еще повезло то что прошлом году здесь была трава очень высокая и пацаны вот кости еще несколько парней они вот такую сухую траву нас носили бревном привязывали к машине бревно за два троса и таскали его чтобы уметь но перед осенью там все сгорела и травка новая вылезла и в принципе сегодня как бы неплохо было покопать но я думаю в скором будущем здесь снова травище будет так что смысла ехать сюда думаю больше нет будем новые места искать потому что три царика мы можем поднять и уходу